В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок за совершение особо опасных преступлений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко со ссылкой на информацию в армянском сегменте соцсетей. Эксперт отметил, что их планируется отправлять на те участки фронта, где идут наиболее ожесточенные бои. Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше заградотряды в тылу армянских войск, чтобы те не отступали, подытожил Коротченко. О, где ты? В Степанагерти. Сосе Баласа. Я тут, надо сразу оговориться, что я меньше верю сейчас с армянской стороны. Почему? Потому что то информационную войну, как они пытаются вести, она не выдерживает никакой критики. По их данным, которые ежедневно публикуют Министерство обороны Армении, они сбили уже 17 азербайджанских самолетов, а они вылетали один раз, и то парой. За весь этот конфликт, понимаете, да? И благополучно вернулись, это было вчера. Ну, там количество танков, которые они подбили, они рисуют 500 штук уже. Скоро Азербайджану кончатся танки, и они заново начнут их подбивать. Или около того, там 5000 убитыми. Ну, абсолютно нереальные цифры там, да, и так далее. А это официальный орган. Я вот внимательно слежу за сообщениями сторон и третьих сторон в этом отношении. Ну, я со стороны армянской не нашел бы пока, к сожалению, ни одного правдивого сообщения. Вообще ни одного. То есть и хочешь им верить, и брать эти данные, но их приходится переповерять миллионным способом. А кроме тех случаев, когда они вообще никакой критики не выдерживают, типа там 17 сбитых самолетов. Поэтому, конечно, берешь оттуда информацию, но с оговорка. Представляем фото и видео боевой техники и боеприпасов, оставленных при бегстве с поле боя противником. Понешим большие потери в живой силе и военной технике в ходе боев на Физулинском направлении. Физулинском направлении. Физулинском направлении. Физулинском направлении. Продолжение следует...